Ольга Фадеева Хвосту, серьезному, серому и полосатому, ужасно не понравился его младший друг. Кокосик, наивный и пушистый. Хвост, серьезный, прожженный, уличный кот. Точно знал, что люди и одного-то кота, бывает, выгоняют на улицу. Уж двух точно никто себе не оставит. Поэтому, когда под Новый год в их семье появился кокосик, хвост сначала здорово приуныл, но он быстро придумал, как от него избавиться. Научу его драть маме на сапоги, научу его портить обои, научу его разбрасывать бабушкины клубки и тогда выкинут его, а не меня. И пока он так думал, кокосик принес ему рыбью голову. А для серого, который вырос на улице, кот, который угощает кота, оказался такой диковиной, что почему-то он отказался от своего плана, как выставить белого за дверь. А уж когда оба кота забрались на шкаф и нашли там волшебный шарф и шапку, которые оказались летающими, надели их и полетели, тут все приключения начались. И коты стали кота-феями. Однажды, когда они уже возвращались домой со своего очень серьезного и важного ответственного задания и летели, надев свою волшебную летающую шапку и летающий шарф, хвост ненадолго отвлекся, а когда вернулся, кокосика на месте не было. Он заглянул под одну машину, его там нет. Заглянул под другую, начал бегать вокруг, вдруг услышал какое-то тявканье со стороны остановки. Подумал, ну вот, вот только собаки нам здесь и не хватало. А оказалось, правда, только собаки ему не хватало. И как раз малюсенького щенка, который замерзал на улице под снегом и встретил кокосик. И надо же, как удивительно совпало. Как раз о щенке мечтала девочка Аня, которая ждала их дома. Но мама уже второй год подряд говорила ей, что Аня еще слишком маленькая для того, чтобы заводить собаку. И что придумали хвост с кокосом? Конечно, они взяли щенка с собой. В самый последний момент уже, когда Билли и Куранты влетели в форточку, ну, конечно, она была открыта, чтобы Дед Мороз мог влететь в квартиру и положить под елку подарки. Скатились под теплую батарею и отправили своего нового найденного друга, мокрого и грустного замерзшего щенка, прямиком в пакет с подарками под елкой с надписью Аня. Куранты добили, коты спрятались под диван и под батарею греться и облизываться. В зал с елкой вбежали дети. Ого, Дед Мороз был здесь, только посмотрите, окно открыто, даже мокрые следы на подоконнике. И у батареи, и под елкой, вот это да, он точно был. И ребята начали доставать из пакетов игрушки. И только Аня грустно брела к елке, потому что мама ведь сказала, что собаки не будет. Вот, заглянула в пакет, увидела там чей-то неприглядный, мокрый, пушистый бок, такая игрушечная собака. Так похожа на настоящую собаку, надо же. Достала ее, и вдруг щенок лизнул ее в нос. Вот же как она обрадовалась. А уж как обрадовались кокосик и хвост. А как, наверное, обрадовалась Аня на маму. Книга интересна еще тем, что сама автор иллюстрировала ее и рисовала этих очаровательных акварельных котов и чарующие зимние синие сумерки с желтыми фонарями. Моему самому младшему очень понравилось рассматривать картинки и показывать, где на картинках изображены авы, а где мявы. А вот старший с большим сочувствием и очень переживая, слушал, как же там замерзает кошка во дворе, и как же ее спасти. И перебивал меня, и рассказывал, как бы он сделал в такой ситуации. Эта книга может стать отличным подарком на Новый год. Ольга Фадеева, Котофей. Рекомендую.